В Москве состоялась 27-я церемония вручения общественной награды, международной премии святого апостола Андрея Первозванного «Вера и верность». В Государственном Кремлевском дворце побывала наш корреспондент Эльвира Гордеева. Подробности далее. ПЕСНЯ Премия «Вера и верность», по словам Владимира Якунина, стала символом признания обществом заслуг этих людей перед Отечеством. Председатель попечительского совета фонда Андрея Первозванного представил журналистам всех номинированных на премию. Среди них Герой России, депутат Госдумы, генерал-полковник Владимир Шаманов и известный ученый и тележурналист Николай Дроздов. Вера – это всегда для человека тот путь, по которому следует идти, а верность – это то качество, которое надо испытывать по отношению к своему Отечеству, к своим единоверцам и во все то, что ты делаешь. Только с верой, с настоящей нашей православной верой мы можем сохранить нашу великую Россию. Спасибо этому фонду, спасибо тем, кто создал эту награду. Ни государственная, ни партийная, ни церковная, ни политическая. Тем не менее, премия фонда Андрея Первозванного является одной из самых высоких общественных наград. Она присуждается за выдающийся вклад лауреатов в дело укрепления российской государственности, межславянского единства и согласия, союза государств, дружественных России, возрождение духовности. Открывая торжественный вечер на сцене Кремлевского дворца, митрополит Омский Таврический Владимир зачитал приветствие святейшего патриарха Кирилла, организаторам, участникам и гостям церемонии. Сегодня мы честнее провалять эти награды, которые заслужили ее, своими неустанными трудами на благо общества. Желаю всем вам крепкого здоровья, неусудиваемой помощи от Господа в добрых делах и начинаниях. Призываю на вас благословение и слово. Общественного признания и премии «Вера и верность» был удостоен архиереи Русской Церкви и епископ Троицкий Панкратий, наместник Валаамского монастыря, за подвижнические труды по возрождению обители и в связи с 30-летием возрождения в ней иноческого служения. Мы встречаем этот праздник самым худшим образом. Все-таки основные святыни, основные храмы и святы уже восстановлены. Еще многое предстоит сделать, но главное уже сделано. Всего в этом году высокого общественного признания были удостоены 8 награжденных. Вручение премии лауреатам по устоявшейся традиции сопровождается рассказом об их заслугах, а затем выступлением известных артистов или коллективов.